Уважаемые друзья, сегодня мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, и сегодня мы займемся изучением, исследованием седьмой главы этого Евангелия. И первая тема, которую мы рассмотрим, седьмая глава с первого по десятый стих – вера римского сотника. И мы читаем здесь следующие слова. Когда он, то есть Христос, окончил все слова сии к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Итак, в этом тексте рассказывается о римском сотнике, который был выходцем из языческого Рима, но который любил еврейский народ, и, будучи человеком состоятельным, он даже построил в Капернауме синагогу. Надо сказать, что эта синагога сохранилась до сих пор, точнее, сохранился мозаичный пол этой синагоги. Это то самое место, которое неоднократно встречается в описаниях событиях Святых Евангелий. И у этого человека возникла серьезная проблема. Мы прочитали, что слуга, которым он дорожил, был болен и был при смерти. В Евангелии от Матфея этот слуга называется отроком, то есть, скорее всего, это был ребенок, который был сначала куплен как раб, потом в сотни проникся любовью к этому отроку, и, скорее всего, он его усыновил. Но тот выполнял при нем как бы функцию слуги, то есть, как и прилично наследнику, сыну проявлять заботу о своем названном отце. И здесь мы видим, что этот ребенок, которым дорожил сотник, он был при смерти. Собственно говоря, при смерти находится каждый человек, как только он рождается в этот мир. Потому что человек рождается для смерти, а умирает для жизни. То, что называется исцеление, такое всецелое исцеление, когда человек уже не может испытать смерть, это то, что происходит после нашей физической смерти. когда душа, она уже не может ни заболеть, она не может оказаться в опасном каком-то состоянии, тем более она не может умереть. Но особенно печально наблюдать, когда при смерти находятся молодые люди. Но, как я уже сказал, сам факт рождения в этот мир уже ставит человека в такое положение, что он при смерти. И смерть, она не смотрит на возраст человека. Смерть, она решительно вторгается в жизнь молодых, совсем юных, пожилых людей, богатых, бедных, праведных и нечестивых. И если мы видим, что проблемы есть у тех людей, которые нам очень дороги, куда мы должны обращаться? В Писании сказано, что искусство врача от Господа и верующий человек не должен пренебрегать искусством врача, ибо руки врача, они как бы находятся в руках Господа. Но часто так бывает, что исчерпав все возможности обычным медицинским путем решить проблему, связанную со смертельным недугом, человек видит, что результата положительного никакого нет, и он отчаивается. И куда обращаться теперь в этой ситуации? И так как этот сотник был богатый человек, он построил Капернаумскую синагогу, то мы можем предположить, что он приглашал очень искусных, известных врачей, которым он оплатил их труд, но результат оказался по-прежнему нулевой, никто не смог помочь этому отырку. И тогда от старейшин этой синагоги этот сотник услышал об Иисусе Христе. Действительно, об Иисусе Христе говорили самые разные люди и те, которые были его открытыми учениками, как апостолы, и те, которые были тайными его учениками, как Никодим, Иосиф Аримафейский и другие. О Христе говорили и те люди из народа, которые с интересом ходили за ним целыми толпами. И так как каждое чудо его в той или иной степени становилось вскоре известным событием, то свидетельства об этих чудесах они не могли не вдохновить людей, у которых были подобные проблемы. И вот этот сотник, римский сотник, человек благочестивый, боящийся Бога, который любил народ Божий, как мы прочитали, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу, так говорили о нем сами иудеи, и он посылает этих людей хлопотать перед Иисусом. В Евангелии от Матфея говорится о том, что он сам пришел к Иисусу. И как это согласовать с тем, что мы читаем? Скорее всего, это было действие поэтапное. Сначала он послал переговорщиков из числа самих евреев, потом поспешил Иисус. Собственно говоря, иудеи не сообщали с язычниками без крайней необходимости. И сотник мог принять, как бы, эти условия, и он начинает действовать через старейшин Капернаумской синагоги. И мы читаем далее. Иисус пошел с ними, то есть с этими старейшинами к Капернаумской синагоге, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Здесь сотник обнаруживает очень такие правильные представления об отношении евреев к язычникам. Эти отношения, они не записаны в Писании, но они записаны в устной иудейской традиции, что иудей не может входить в жилое помещение, где проживает язычник. Это было запрещено. И, наверное, вы помните, когда первосвященники хлопотали перед Понтием Пилатом о необходимости предания казни Христа, они тоже не решились войти в жилище Пилата, тем более, что приближался праздник Пасхи, и они должны были соблюдать ритуальную чистоту. И этот сотник принимает эти условия. Он не задаётся вопросом, а почему вот я нечистый? А почему они от меня могут оскверниться? Вот я им дал деньги на синагогу, я им построил эту синагогу, а они принимают этот подарок. А вот прийти ко мне домой, они не хотят. И он Христа тоже воспринимает как бы не в отрыве от такого отношения к язычникам, хотя Господь наш показывает другой формат отношения к язычникам. Он встал и пошёл к нему в дом. Подобная ситуация была и в связи с Закьейем. Помните, Закьей – начальник мытарей, человек богатый, который искал видеть Иисуса, и никто не приходил к мытарям в дом, потому что мытари считались коллаборационистами, предателями собственного народа. А Господь наш Иисус, когда увидел Закея, Он сказал, «Ныне мне надо быть у тебя в доме». Это был вызов, конечно, иудейскому такому брезгливому отношению к другим людям, потому что собственная чистота ритуальная для них, как бы она была на первом месте. В принципе, для нас как бы непринципиально, говорит ли сотник эти слова сам или он передаёт их через своих слуг. Здесь важны сами эти слова, обращённые к Иисусу Христу. «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошёл под кровь мой, потому и себя самого не почёл я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идёт, и другому приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». И далее мы читаем что-то труднообъяснимое. «Услышав сие, Иисус удивился». Вот когда о Боге говорится, что Бог удивился, это очень многого стоит. Казалось бы, Господь, Который сердцеведец, Который проницает все сердца и видит все наши намерения, каждое движение наших чувств, и Христос удивляется такой удивительной вере этого язычника. «Услышав сие, Иисус, читаем мы 9 стих, 7 главы Евангелия от Луки, удивился ему и, обратившись, сказал едущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». То есть, этот язычник, этот сотник, в дом, которого нельзя даже заходить, потому что он не чист с точки зрения иудаизма того времени, но вера этого человека – это была поразительная вера. И в наше время есть много людей, которые совершенно не воцерковленные, но они обладают колоссальной верой. И, может быть, эти люди не читают утренние молитвы, вечерние молитвы, но когда им становится очень тяжело, они начинают молиться, и их молитва может удивить Господа, как действие этого сотника, его вера, она удивляет Христа и Иисуса. И в Библии даже есть пример молитвы атеиста, то есть неверующего человека, когда один мужчина пришел к Иисусу Христу, и у него тоже была проблема с человеком, которого он любил, который был близ к ему, родственник его. Но когда Христос спросил, имеешь ли веру, этот человек воскликнул. Верую, помоги моему неверию. Это была вера атеиста, молитва атеиста, если хотите, безбожника, которого сложные обстоятельства в жизни привели к некой безысходности. А кому обращаться в такой ситуации, когда врачи обнаружили свое полное бессилие, когда никто не может помочь, а тот, которого ты любишь, он умирает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал едущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. То есть, происходит чудесное исцеление слуги сотника, его отрока, возможно, усыновленного им по вере самого этого язычника, сотника. Действительно, наш Господь, Он промышляет о всем своем творении. и мы не должны впадать в такой религиозный эгоизм, что Бог думает только о православных в этом мире. Конечно, нет. Бог заботится о всех людях, живущих на земле, и, как я часто говорю, не только о людях, но и о животных, о птицах небесных, о зверях полевых. Он промышляет о всем творении как любящий создатель. И однажды по телевизору я видел, показали одну бабушку, которой там, по-моему, 110 лет или там 110 с чем-то, там, 112 или 113, не помню. И она с Кавказа. Она мусульманка. И ее спрашивают журналисты, а как вы думаете, почему вы столько долго прожили? Такая у вас длинная жизнь. Она говорит, а я все время молюсь. Я все время молюсь. И ее попросили помолиться, и она взяла свои четкие, и вот начала произносить свою молитву. Так, как ее научили, она больше ничего не знает. А Бог наш есть тот, который трости надломленный не переломит, льна курящегося не угаснет. То есть, если твоя вера, как трость надломленная, трони, все это рассыпется, или как лен курящийся, махни рукой, все это погаснет, для Бога это тоже дорого. Как есть такая притча, когда некоторые проповедники отправились на остров, где жили три человека, которым они решили сосвидетельствовать о Боге, и они стали проповедовать Единобожие, учение Святой Троицы, и, как выяснилось, эти люди знали, что Бог триедин, хотя они жили на острове как бы в полной изоляции. И когда миссионеры наставили их и уже возвращались назад, вдруг эти Трои бегут по воде прямо, по морской зыбе, и кричат, а вы нас не научили молитве? Дайте нам молитву, как нам молиться? Вы дали нам только знание о Боге, научите нас молиться. А те проповедники, монахи смотрят так с недоумением, люди бегают по водам, и они спрашивают, это вы нас должны научить молитве, а как вы молитесь? И они сказали, а мы молимся очень просто, трое вас, трое нас, помилуйте нас. И эти монахи, проповедники сказали, так и молитесь, не надо вам ничего, нам надо учиться у вас. И вот вера сотника, она являет образ благочестия вне еврейского мира. И в некотором смысле этот сотник это первенец уверовшего из язычников. А мы все славяне, тоже уверовавшие из язычников, и иногда вера людей, которые вообще никакого отношения не имеют к Израилю, она оказывается более глубокой, более яркой. И тому есть примеры и в Ветхом Завете. Например, образ Руфи, Мавитянки, которая сподобилась стать прабавкой царя Давида и другие образы. Давайте посмотрим, как святые отцы комментируют эту историю. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях писал Некоторые говорят, что в свое оправдание он представил причину, почему не привел его самого. То есть сотник как бы объяснил, почему не несут ребенка ко Христу. Невозможно было, говорят, привести расслабленного, который мучился и находился при последнем издыхании. А что слуга находился при последнем издыхании, об этом говорит Лука и был при смерти. Но, по-моему, это означает великую веру сотника, гораздо большую, чем имели спустившие расслабленного через крышу, ведь он, сотник, ясно знал, что достаточно и одного повеления, чтобы лежащий восстал, поэтому посчитал излишним приводить его или приносить его к ногам Иисуса. И действительно мы видим, что Христос по-разному исцеляет людей. На кого-то он только возлагает руки, а для кого-то выполняет очень сложные действия, в одном случае он плюнул на землю, сделал брение, намазал лицо и отправил его в паломническую поездку к Силамской купели. А кого-то он исцеляет заочно, только словом своим. И это, конечно, показывает многообразие действий Бога по отношению к нам, которые обусловлены тем, что мы разные. Но даже самые слабые из нас могут иногда проявлять такую удивительную веру, что такая вера ставится в пример всем остальным, как и сказано в Писании, последние будут первыми, а первые будут последними. Также Златоуст пишет, что же делает Иисус? Он делает то, чего прежде нигде не делал. Во всех других случаях он следовал воле умоляющих, а здесь сам предупреждает просьбу сотника и обещает не только исцелить, но и прийти в его дом. И он делает это для того, чтобы мы узнали добродетель сотника. Если бы он не обещал этого, а сказал только иди да исцелится твой слуга, тогда бы мы ничего не знали, а его сотника добродетели. Конец цитаты. Здесь Златоуст объясняет действия Христа. Если Христос знал наперед, как будут развиваться события, как Бог он это знал, зачем тогда Христос встал и пошел? Этим самым Христос усилил впечатление от веры сотника. У Матфея сказано, Христос высказал пожелание, да, я приду, и, возможно, началось действие, но главное, Христос показал, что те люди, которыми мы можем брезговать, не считать их вполне воцерковленными, не считать их даже христианами в таком подлинном смысле этого слова, так как они имеют тоже личное отношение с Богом, они могут быть поставлены нам в пример. И когда сотник говорит, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, Блаженный Августин в одной из своих проповедей предлагает такое объяснение, когда Господь Иисус пообещал, что придет в дом сотника, чтобы излечить его слугу, тот ответил, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Называя себя недостойным, он обнаружил свое достоинство, чтобы Христос вошел не только в стены его дома, но и в его сердце. И он не сказал бы этого с такой верой и смирением, если бы не носил уже в сердце того, кого трепетал впустить в свой дом. Ведь не было бы большей пользы, если бы Господь Иисус вошел в его стены, но не был в его сердце. Ибо учитель смирения, и словом, и делом возлежал также в доме некоего надменного фарисея по имени Симон, но хотя он возлежал в его доме, в его сердце сын человеческий не имел где преклонить голову. Вот это очень удивительное столкование блаженного Августина. он настаивает здесь на том, что главное это то, что сердце этого сотника, его внутренний мир был открыт для Иисуса. А то, что Иисус Христос не пришел в его дом, это ничего не изменило. В конце концов, дома, квартиры, в которых мы живем, это ландшафт нашего обитания. А главное место, которое всегда должно быть открыто для Иисуса, это наше сердце. И когда Христос говорит Закею, сегодня мне надо быть у тебя в доме, имеется в виду не просто место проживания этого человека, а его внутренний мир. Как апостол Павел пишет, верою вселиться Христу в сердца ваше. И следующая тема, которую мы рассмотрим, это тема о том, что Христос воскрешает единственного сына у вдовы из Наина. И мы смотрим Евангелие от Луки, седьмая голова, с одиннадцатого по семнадцатый стих. После сего, то есть вскоре после исцеления слуги сотника, Иисус пошел в город, называемый Наин, то есть из Капернаума он отправляется в Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. «Когда когда они приблизились к городским воротам, когда же они приблизились к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова». Вот такое усиление трагедии, умер единственный сын у матери, и к тому же она была еще и вдова. «И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей «Не плачь». Здесь мы видим еще более серьезную проблему. Одинокая женщина, вдова, она потеряла своего единственного сына, который должен был стать оплотом в ее старости, но теперь у нее нет и ни мужа, и ни сына, и Христос подходит к ней и говорит «Не плачь». А как же не плакать, если эта женщина потеряла все? Кому она нужна? Это сейчас мы живем в мире, где существует такое понятие, как пенсионные фонды, пенсии, банковские накопления и так далее, и так далее. В те времена единственный пенсионный фонд, который знали все, это дети. Ты имеешь детей, ты их воспитываешь, заботишься о них, когда ты состаришься, они будут заботиться о тебе. Все. Никаких других пенсионных фондов просто-напросто не существовало. И она потеряла все. И Христос говорит, не плачь. Христос очень часто успокаивая людей, говорит и другие слова. Не бойся! Не бойся! Не бойся! Мы все боимся, что мы в старости останемся одни, что диагноз, который нам поставят врачи, будет самый ужасный. Мы не уверены в нашем завтрашнем дне, да мы не уверены в настоящем нашем состоянии. Но Христос говорит, не бойся! А когда скорбь прорывается уже чрезмерно и слезы появляются на наших глазах, Он говорит, не плачь! Но разве это огромная толпа, которая провожала усопшего? Разве никто из этой толпы не подходил к ней, не пытался ее утешать? Конечно, пытались! И может быть, в этот день она несколько десятков раз слышала эти же слова не плачь! может быть, кто-то даже аргументировал почему? Не плачь! Мы о тебе позаботимся! Не плачь! Такова воля Бога! Не плачь! Не плачь! Не плачь! Но как не плакать, когда человек потерял все? Но здесь эти слова произносит Господь, тот, который сказал, да будет свет и стал свет тот, который простер небо над землей не плачь! И подойдя прикоснулся к одру это были погребальные носилки, на которых лежало завернутое в плащаницу мертвое тело этого юноши, неши остановились и он сказал, юноша, тебе говорю, встань! Мертвый поднявшись, сел и стал говорить и отдал его Иисус матери его. Как бы мы хотели, чтобы Иисус отдал нам наших детей, наших внуков, наших правнуков, которые духовно мертвы, нравственно и морально мертвы, и мы ничего с этим не можем поделать, у нас ничего не получается. Ведь, если человек умирает физически, его относят на кладбище, зарывают в землю, и мы потом не видим, что происходит с его телом, а когда духовно мертвые наши дети, внуки, правнуки буквально нравственно и морально разлагаются у нас на глазах, как это можно перенести? Как с этим можно жить? Христос говорит, юноша, тебе, говорю, встань. Христос – это тот же Господь, который создал человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Он создал первого человека, Адама. Сейчас он воссоздает этого юношу, возвращает его к жизни. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. А чему нас может научить эта деталь, что он не просто поднялся, он начинает говорить. Здесь не говорится, о чем он говорит. Но здесь показывается то, что он не просто возвращается к жизни, он начинает жить, рассуждать, говорить, мыслить. Скорее всего, каждое такое чудо сообщало не только воскресение телу, но и воскресение души того или иного человека. Например, в Ветском Завете описывается, как пророк Божий воскресил умершего мальчика. А предание Ветхозаветной Церкви устанавливает, что этот мальчик, да, он был не совсем как бы евреем, но это не просто так, что он был воскресирован. Он станет пророком Ионы. И Бог пошлет его, как пророка Неневии, проповедовать тоже не евреям, и он спасет многие их души. И церковное предание всегда старается отследить участь этих людей. Мы знаем, что Закхей стал епископом, мучеником за веру Христову, и у нас будет отдельное занятие, когда мы только на основании предания установим участь каждого апостола, как потом в после евангельских событий складывалась их жизнь и жизнь других персонажей. Итак, Иисус Христос отдал воскрешенного юношу матери его. Опять непонятно, отдать можно младенца, спеленать, передать. Как можно отдать юношу? Он вернул его к жизни. Он отдал его ей в том смысле, что теперь это будет ее опора. Он будет ее защищать. И ее скорбь, она не оправдана теперь никак. И он, сказавший не плачь, уже имел ввиду воскрешение ее сына. А иначе непонятно, почему же не плакать, если умер сын, единственный сын. Но тот, который силен воскресить даже мертвого, он может остановить и нашу скорбь. Как и в случае с воскрешением Лазаря. Христос тоже действовал подобным образом, хотя, как мы читаем в Евангелии Атану, он даже прослезился сам, когда узнал о смерти Лазаря, то есть проявил свое сострадание. И далее мы читаем 16-17 стих «И всех объял страх и слабили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И следующая тема «Ты ли тот, который должен прийти?» И учение Господа Иисуса Христа об Иоанне Крестителе. И мы читаем 7-ю главу Евангелия от Луки с 18-го стиха и ниже. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить «Ты ли тот, которому должен прийти или другого ожидать нам?» А в это время Он, то есть Христос, многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов и многим слепым даровал зрение и сказал им Иисус в ответ «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют и блажен, кто не соблазнится о мне». Конечно, здесь немного непонятно, неужели Иоанн Креститель, оказавшись в темнице, переживает такое серьезное искушение, сомнение во Христе. Конечно же, нет. Тот, который был свидетелем Богоявления, в струях Иордана созерцал Сына Божия особо, видел Духа Святаго в виде голубином, который витал над головой Сына Божия особо, из осеняющего облака, слышал голос Бога Отца особо, который свидетельствовал о Сыне. Конечно, такой человек не мог пережить никакого сомнения. О чем же тогда здесь может идти речь? И почему Иоанн посылает двух своих учеников, чтобы они спросили Христа, ты ли это? Иларий Пихтовийский писал «Более полное понимание представляется в том, что произошло с Иоанном и в действительности его поступка чувствуется явленная в нем благодать. Поэтому сам пророк пророчествовал также самим родом своего состояния, ибо в нем был выражен образ закона. Закон возвестил Христа, предсказал отпущение грехов и обещал Царство Небесное, и Иоанн исполнил все это дело закона». Итак, с приближением конца закона, который, стесненный грехами людей, и связанной пороками народа, удерживался в оковах и тюрьме, чтобы невозможно было постичь Христа, закон посылает других для постижения Евангелии, чтобы неверие видело верность сказанного в делах и то, что связано внутри закона ложью грехов было освобождено постижением евангельской свободы. Комментарии Иллария Пиктовийского, он более аллегорический, Иоанн Креститель, как мы знаем, это последний пророк Ветхого Завета. И то, что он оказался в плену, это обнаруживает неспособность закона, который был ослаблен плотью, возвыситься до Богообщения. Человек, только стремясь по заповедям выстроить правильное отношение с Богом, он не добьется положительного результата, как бы он ни старался, и мы обнаруживаем реально в жизни библейских персонажей те или другие проблемы. Даже в русской средневековой литературе есть такое сказание о том, Аки Бражник вошел в рай сладости. Это такая интересная повесть. Умирает Бражник, и этот Бражник очень любил читать Священное Писание, хорошо знал Писание, и когда Бражник умирает, он рассуждает, зачем я пойду в ад? Там так все плохо, я и так жил плохо, это похмелье бесконечное, пойду-ка я в рай. Приближается Бражник к райским вратам, а там апостол Петр с ключами стоит и говорит, нельзя Бражнику войти в рай, пьяницы Царствия Божия не наследуют. Бражник, который хорошо знал Писание, он спрашивает Петра, вот ты ходишь тут, командуешь с ключами от рая, вон и Юта один раз предал Христа, он в аду у дьявола на коленках сидит, а ты трижды отрекся от Христа, ходишь тут с ключами и меня не пускаешь. Как-то неудобно стало Петру, он отошел в сторону, позвал Моисея, идет Моисей и говорит, нет, нельзя пьяницы быть в Царстве Божьем, ибо пьяницы Царствия Божьем не наследуют. А Бражник говорит, Моисею, а ты что в законе своем написал, не убей, а сам египтянина убил и в песок закопал. Ходишь тут, учишь всех. Стали Петр с Моисеем обсуждать, как же остановить такого настырного бражника, и они пригласили Давида, идет Давид, на арфе играет, псалмы поет, и Давид говорит, не внидит нечестивый совет праведных и не устоит он в собрании праведных. А Бражник ему говорит, а ты как устоял, чужую жену забрал, мужа погубил, и вообще Давид смутился. Стали они вместе обсуждать, все, Давид, Петр, Моисей, надо кого-то древнего позвать. Позвали Моисея, 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 Моисея позвали, идет Мой, увидел Бражник Моя, обрадовался, говорит, ну, а Мой точно был Бражник. Сказано же, Мой насадил виноградник, сделал много вина, упился, и голый лежал в шатре. И в этот самый момент прозвучал Божеский глаз с небес. Аки Бражник не потерял надежду на спасение, и в словесах Господник укреплялся, да внидит в рай. Вот такая старая русская как бы история о том, Аки Бражник входит в рай сладости. Итак, пленение Иоанна Крестителя в понимании Илария Пихтовийского это неспособность закона, закона Божия усовершенствовать людей только одними строгими запретами без благодати Божьего прощения. Так же, о чем здесь идет речь? Иоанн Креститель посылает двух, чтобы они пошли и спросили у Христа ты или тот который должен прийти. Объясняя все это недоумение отцы говорят Иоанн Креститель ни в чем не сомневался но Иоанн Креститель увидел сомнение своих учеников а основание для сомнения у них было их учитель сидит в тюрьме Иоанн Креститель над ним нависла угроза смертной казни и они стали сомневаться но они не способны были сознаться сами перед собой в этих сомнениях и тогда Иоанн Креститель им говорит как бы как бы о собственных сомнениях это очень известный прием когда некоторые подвижники например приходили к нерадивым собратьям и начинали исповедоваться у них в их же грехах которые те скрывали но будучи прозорливыми эти подвижники видели эти грехи то есть Иоанн Креститель не усомнился ни на мгновение но увидев сомнения своих учеников он подталкивает их к необходимости пойти ко Христу с одной стороны как и Ларий пишет они теперь должны будут стать христианами с другой стороны здесь цель Христос должен показать им кто Он есть на самом деле потому что когда они пришли они сами увидели многие чудеса знамения и таким образом их вера она была укреплена давайте посмотрим объяснение Григория Великого это его 40 гамилий на Евангелие он пишет как будто Иоанн не знает того на кого указывал как будто и не ведает он ли есть тот самый о ком свидетельствовал проповедью крещением и указанием этот вопрос быстро разрешается если обратить внимание на время и порядок событий стоя при водах Иордана он Иоанн утверждал что Иисус есть Искупитель мира а заключенный в темницу спрашивает он ли грядущий не потому что сомневается в том что Он Христос есть Искупитель мира но спрашивает для того чтобы знать Он Он ли Христос есть Тот Который Сам Собою пришел в мир и Сам Собою снизойдет в темницы адовы ибо кого Он предшествуя возвещал миру тому умирая предшествовал и в аде и так говорит ты ли тот который должен прийти или ожидать нам другого он словно бы отчетливо говорит поскольку ты снизошел родиться ради людей то внуши снизойдешь ли ты и умереть за людей чтобы я бывший предтечей твоего Рождества был предтечью и смерти и в аде возвестил о тебе грядущем пришествие которого уже возвестил мир вот Григорий Великий Папа Римский Григорий Двоеслов он обнаруживает как бы еще одно решение этой ситуации Иоанн Креститель готовится к смерти он понимает что Ирод так просто его не отпустит что это семейка которая вокруг Ирода образовалась его погубит и он хочет укрепляя веру своих учеников получить наставление от Христа о том если Иоанн Креститель был предтечей Сына Божий в этой жизни а вот когда он умрет он станет предтечей Христа в смерти сойдет душей в ад и станет предтечей сошествия Христа в ад душею когда он умирает на кресте он душою Христос сходит в ад и как он Иоанн Креститель проповедовал пришествие Христа на земле в Иудейской пустыне на Иордане теперь он готов сойти душей в ад и там проповедовать что скоро душой в ад сойдет сам Мессия Христос Сын Божий и облистает от сияния Божества и выведет отсюда многие души это очень глубокий комментарий таким образом мы устанавливаем что было как бы несколько причин почему Иоанн Креститель так себя ведет с одной стороны он обнаруживает неспособность закона без благодати иметь правильное представление о Христе как о самих иудеях сказано в посланиях апостолов и ныне когда они читают закон некое покрывало неведение лежит на их головах с другой стороны надо было укрепить веру самих учеников Иоанна Крестителя и он как бы от своего имени высказывает сомнения чтобы побудить их развеять их собственные сомнения и третья причина третья причина не менее важная Иоанн Креститель готовится вкусить смерть душею сойти в ад и там проповедовать в Ааде как некогда он проповедовал в Иудейской пустыне что скоро и здесь окажется Христос потому что когда в ветхозаветные времена а тогда были еще в ветхозаветные времена умирали даже самые праведные люди они душой сходили в ад изведение из ада оказалось возможным для ветхозаветных праведников только после того как Христос на Голгофском кресте омыл их своей драгоценной кровью и мы читаем седьмую главу Евангелия от Луки с 24 по 35 стих где Христос дает характеристику Иоанну Крестителю подшествие же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне что смотреть ходили вы в пустыню трость ли ветром колеблемую что же смотреть ходили вы человека ли одетого в мягкие одежды но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских что же смотреть ходили вы пророка ли да говорю вам и больше пророка сей есть о котором написано вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь твой пред тобою и далее Христос говорит со всей определенностью ибо говорю вам из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя но меньший в царстве Божием больше его и так Христос говорит о том что это самый великий пророк Иоанн Креститель то есть если кто-то и мог бы спастись делами закона то это был бы Иоанн Креститель но и он по смерти душою сходит в ад ибо делами закона как сказано в Новом Завете не оправдается перед Богом ни одна плоть И далее меньшее в царстве Божьем больше его а кто такой меньшее в царстве Божьем это каждый христианин прежде всего это апостолы которые первые пошли за Христом а потом все те которые произошли от апостолов то есть через их проповедь стали христианами неужели каждый крещеный христианин выше по благодати чем Иоанн Креститель да а Иоанн Креститель и не вкушал благодать в том виде в каком мы принимаем ее в свою жизнь он жил по закону тогда не было действия благодати в предсказаветные времена как и сказано в Евангелии от Иоанна закон произошел через Моисея благодать и истина через Иисуса Христа не было таинства крещения ибо иоанново крещение это не христианское крещение это крещение в покаянии это омовение евреи до сих пор в синагогах совершают этот обряд но это не крещение во имя Святой Троицы у них не было таинства причастия у них не было таинства исповеди у них не было таинство соборования, у них вообще не было ничего из того, что мы имеем по благодати. Но по благодати это не по делам. Как Павел пишет, иначе дело не было бы делом. Поэтому вот эти слова, ибо, говорю вам, из рождённых жёнами, нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его, они подчёркивают значение радости быть христианином, быть причастником тела и крови. И что мы удивляемся? Ангелы не могут быть причастниками тела и крови Сына Божия. И когда ангелы созерцают, как мы причащаемся тела и крови Сына Божия, они с ужасом крылами закрывают свои лики и только восклицают «Свят-свят!» стремясь проникнуть в эту тайну божественного человеколюбия, то, что Бог дал людям значительно больше, чем им самим. И святые отцы всегда обращали внимание, что об ангелах не сказано, что они созданы по образу Бога, а о людях сказано. И хотя Иоанн Креститель изображается всегда как ангел с крылами, то есть его жизнь по человечеству, по закону, она была ангелоподобная, но любой меньший в Царстве Божьем, но крещеный, который исповедуется, причащается по благодати больше, чем он. И апостолы были такими первыми, большими, каждый из них, хотя некоторые из них в начале своего пути были учениками Иоанна Крестителя. И далее 29 стих. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Вот видите, здесь подчеркивается и весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу. А ксюрские мытари – это грешники. Они воздали славу Богу, что по благодати они, меньшие в Царстве Божьем, а Царство Божье – это Церковь, оказались выше Иоанна Крестителя. Крестившись крещением Иоанновым, они во Христе получают значительно больше. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. То есть, вот Иоанна Крестителя. Они не восприняли его как предтечу, поэтому и не стали христианами. А после крещения Иоаннова людям для спасения надо было принимать еще и христианское крещение во имя Святой Троицы. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее. То есть, миру мы не сможем угодить до конца. Если мы будем строго соблюдать все посты, все правила, они скажут, мы фанатики. Это фанатики, это православные, они вообще как самоубийцы разрушают собственное здоровье. Если мы будем жить, скажем так, обычной жизнью, скажут, а какие они верующие, они ничего не соблюдают. Это как вот в семинаре, когда я учился, был такой семинарский анекдот, встречается верующий, неверующий, верующий говорит, чудеса есть, неверующий говорит, нет никаких чудес. Верующий говорит, ну как же нету чудес, у нас дьякон полез на колокольню, подскользнулся, устал, упал, остался жив. Разве это не чудо? Неверующий говорит, это случайность, какое же это чудо? Верующий говорит, но он потом опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит, это совпадение, совершенно очевидно, что это совпадение. Верующий говорит, да я с тобой бы согласился, но сегодня дьякон опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив, а это что, неверующий говорит? Ну, это, извини, привычка. То есть, никакими своими действиями мы не можем расположить сердца тех, которые заведомо, они в неком предубеждении пребывают по отношению к нам. И мы будем играть на свиреле, а они не будут реагировать адекватно. Не будут плясать, мы будем петь плачевные песни, они не будут плакать, потому что только имеющие уши слышат, только имеющие глаза видят. А тот, который духовно мёртв, ещё не пережил рождение свыше, как он может что-то уразуметь, если чудо Божьей благодати не явится в его жизни? Как и Амбросий Медиаланский говорил, говорил, и Августин повторяет эту мысль, не пытайся найти Бога, пока Он сам тебя не найдёт. И следующая тема – Иисус в доме Симона-фарисея «Женщина помазывает миром ноги Христа». Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 40 стих. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, то есть Христос, войдя в дом фарисея, возлёг. Ну, там не было никаких стульев, не было никаких столов, стелились ковры, были такие пуфики, и люди возлегали для вкушения пищи. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. То есть этих людей занимал только один вопрос, как бы не оскверниться от другого человека. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. И далее идет притча о двух должниках, которой заканчивается седьмая глава Евангелия от Луки. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Вот здесь очень важные слова, что двое не имели, чем заплатить. Ты можешь быть конченным грешником, но ты можешь быть неплохим христианином, но тоже согрешающим. И как конченый грешник не может ничем искупить свои грехи, так и ты, православный, оступившись какой-то один грех, тоже не можешь ничего заплатить, никакой выкуп, ты не можешь предложить Богу. И Богу остается простить всех и тех, которые согрешили много, и тех, которые согрешили мало, потому что Господь промышляет о спасении всего рода человеческого. Тот, который мало нагрешил, мало задолжал, это фарисеи. Фарисеи были благочестивые люди, это были лучшие прихожане Иерусалимского храма, это были очень благочестивые люди, которые старались соблюдать Божий закон, насколько это только возможно. Да, у них тоже были проблемы, они же люди. А вот женщина, блудница, это точно та, которая очень много задолжала Богу. Она нарушила буквально все, что можно было нарушить. Но прощение Божие готова коснуться и гордого фарисея, и этой блудной женщины. И вот Симон фарисей рассуждает, Христос задал вопрос. Он простил обоим, скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простили. Это логично. Если одному простили пятьсот динариев, а другому только пятьдесят, конечно же, тот, которому простили пятьсот динариев, он с большей благодарностью отнесется к этому акту прощения. Он, Христос, сказал ему, правильно ты рассудил? И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой. А помните сегодня мы о сотнике когда говорили? Можно прийти в дом человека, но не проникнуть в его сердце. Да, Христос был в доме Симона, а в дом сотника он не зашел, хотя сердце сотника приняло Христа. А Симон, приняв Христа в своем жилище, не открыл для него свое сердце. Он сказал ему, правильно ты рассудил? И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не пристает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги, а потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи твои. Вот эта женщина услышала эти великие слова, дай Бог нам их чаще слышать, прощаются тебе грехи твои. И мы их слышим на каждой исповеди, когда прибегая к таинству Господня примирения, мы исповедуемся священнику, и священник не силой своего благочестия снимает наши грехи, а в силу того поручения, которое Христос дал своей церкви, священник говорит, а с недостойной прощаю и разрешаю тебе. То есть действие Христа прощающего, оно осуществляется в церкви до сих пор. И последние стихи седьмой главы Евангелия от Луки и возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Вот здесь Христос показывает, что Бог не хочет спасать нас без нас. Этот Симон фарисей не ищет для себя спасения. Да, он принимает Христа в своем доме, но сердце его остается закрытым для Христа. А женщина ищет спасения. Она осознает себя грешницей. Она не находит для себя никакого оправдания. И стремясь ко спасению, она обретает его. И отцы выразили эту мысль словами, что Бог не хочет спасать нас без нас, потому что создав человека, Бог наделил его свободной волей. Итак, сегодняшний урок по седьмой главе Евангелия от Луки. Мы рассмотрели тему о вере римского сотника, о том, как Господь Иисус Христос воскрешает единственного сына у вдовы из Знаина. Мы рассмотрели слова «Ты ли тот, который должен прийти?» Этот вопрос, который передал через своих учеников Иоанн Креститель Христу, потом учение самого Христа об Иоанне Крестителе и действие Христа в доме Симона Фарисея и удивительную притчу о двух должниках. Оканчивая этот урок, можно вспомнить слова блаженного Иеронима Стридонского, который говорил «Мы становимся праведными тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и только тогда, когда дело нашего спасения возлагаем не на свои дела или заслуги, но только на милосердие Божие». Спаси Христос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!